ЖД вокзал на Ростов-на-Дону – важный транспортный узел, связывающий центральную часть РФ с северокавказским регионом. Вокзал принимает и обслуживает сотни поездов дальнего следования, включая направление ближайшего зарубежья, а также электрички местного назначения. ЖД вокзал Ростова-на-Дону расположен в центральной части города, в железнодорожном районе. Адрес, площадь. Привокзальная, 1, 2, телефон, 8, 63, 267, 02, 10, 238, 36, 00. Сайт httprostov.dzvr.ru Косая черта на вокзале действует 11 касс, в том числе и три круглосуточные. Официальной датой основания станции считается 15 января 1876 года. Проект трехэтажного комплекса опережал фактические потребности станции и был построен с перспективой на активное развитие направления. За всю историю вокзала на Ростове-на-Дону регулярно производились архитектурные обновления, в том числе и после Второй мировой войны, когда все конструкции вокзала сильно пострадали. Современный вид вокзального комплекса – результат масштабного строительства, начавшегося в 70-е годы и завершившегося в 90-е годы прошлого столетия. В этот период было сооружено основное здание. Крупная реконструкция была произведена с 2000 до 2004 года, зал ожидания расширен до 600 мест, установлены скамейки и клумбы на перроне и привокзальной площади. В 2006 году произведена реструктуризация с целью разгрузки основной станции. Дополнительная информация. Часть поездов дальнего следования переведены на новую станцию, Первомайская, расположенную в западной части Ростова. Основное назначение станции – обслуживание промышленных предприятий, действующих в регионе. Функционирует 10 путей, три из которых – сортировочные. Пассажирские поезда-электрички обслуживаются двумя платформами. Через станцию следуют поезда южного направления. Расположена по адресу улица. Песково, 1-3. Во время обновлений 2017 года на вокзале установили электронные информационные стенды, на каждой платформе, на центральной площади и внутри зала ожидания. Произведены работы по обновлению здания, установлены дополнительный источник света на платформах, турникеты, открыта детская площадка. Интересно, в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, в 2018 году обновили автоинформатор, дополнив блок информации на русском языке англоязычным. Три основных и три пригородных платформы обслуживают пассажиропоток, 10 тысяч человек в день. По состоянию на 2018 год, расписание пригородных маршрутов, включает такие направления, Таганрог, Азов, Краснодар, Тихорецкая, Чертково, Лихая, Кущевка, Староминская. Аэропорт Ростов-на-Дону среди иных направлений по территории РФ, востребованы такие, Москва, Анапа, Санкт-Петербург, Сочи, Лазаревское, Адлер, Гагра, Минеральные воды, Новороссийск. Обслуживаются такие зарубежные направления, Минск, Витебск, Гродно, Баку. Дополнительная информация. Значительная часть рейсов действует в сезонном режиме. Рекомендуется узнавать актуальность маршрута в справочной или на официальном сайте. Через ростовский вокзал курсируют поезда повышенного комфорта в таких направлениях, как Кисловодск, Москва, Кавказ. Дваэтажный, Ростов-на-Дону, Москва и Новороссийск, Москва, Премиум, Адлер, Санкт-Петербург, Северная Пальмира, Новороссийск, Санкт-Петербург, Черноморец, Новороссийск, Ростов-на-Дону и Краснодар, Ростов-на-Дону, Ласточка. На заметку. На официальном сайте РЖД доступна подробная карта с указанием направлений, обслуживающихся вокзалом Ростов-Главный. Турапиратор Круиз Ростов-на-Дону получить помощь или консультацию, по вопросам, связанным с работой железнодорожного вокзала можно по многоканальному телефону 7 86 32 38 36 49. Здесь предоставят информацию о расписании поездов и пригородных электричек, стоимость билетов и их наличие. На заметку. В справочной расскажут о расположении объектов инфраструктуры, полиции, медпункта, камер хранения и т.д. Кроме того, пассажирам РЖД доступна круглосуточная горячая линия 8 800 775 0000. По этому номеру можно получить консультацию о всех действующих вокзалах и станциях, в том числе и о Ростовском вокзале. Вокзал Ростов-Пригородный в городе активно функционируют все виды общественного транспорта, автобусы, троллейбусы, метро, маршрутки, такси. Обратите внимание, к железнодорожному вокзалу Ростов-на-Дону-Главный можно добраться с любой части города. На автобусе и маршрутном такси до привокзальной площади следуют такие городские автобусы 7 85 85а 226 от аэропорта 75 от центрального рынка 21 33 от северного жилого массива 4 16 26 34 71 от западного жилого массива 3 3а 7 67 226 от пригородного автовокзала. Маршрутные такси 67 88 95 от аэропорта 21 90 от ТЦ Горизонт 40 52 67 от ТЦ Золотой Вавилон 21 78 90 от Северного жилого массива 4 8 34 71 от западного жилого массива 99 от Военведа 29 40 52 59 67 88 95 от пригородного автовокзала. На электротранспорте троллейбусы 9 от аэропорта 8 10 12 от западного жилого массива 1 25 Сильмаша. Трамваи 1 10 от Центрального рынка. Дополнительная информация. От района областной клинической больницы номер 2 есть возможность добраться до вокзала на электричек. Через станцию Сильмаш до главного вокзала следуют электрички от стакана. Лихая, Каменоломни, Чертково, Усть-Донец. Железнодорожный комплекс включает двухэтажное здание вокзала, административные и служебные постройки. Схема, с подробным указанием объектов инфраструктуры доступна на официальном сайте httprostov.dzvr.ru Касая черта. Здание вокзала, а также привокзальная площадь и платформы оснащены камерами видеонаблюдения. Все они предназначены для технического использования. Возможность просматривать изображения с камер в реальном времени онлайн отсутствует. На вокзале действует 11 касс, из которых 3 работают круглосуточно, номер 7, 9 и 11. Связаться с сотрудниками кассы можно по телефону 8 863 267 02 10 238 36 00. Пассажирам доступна возможность покупки билетов за наличный и безналичный расчет. Внешний вид кассового зала существенно изменился, после реконструкции 2017-2018 годов. Просторное помещение оснащено креслами для удобного ожидания. Также, изменилась система продажи билетов, начала действовать электронная очередь. Благодаря такому подходу, планируется увеличить производительность касс в 10 раз. Покупка билетов возможна и через официальный сайт RGD. Все желающие могут приобрести билеты на поезда и электрички по следующей ссылке. После покупки электронного билета, пассажир получает посадочный купон. Данный документ необходимо обменять в кассе вокзала и, уже после этого, предъявить проводнику. Для получения информации о движении поездов дальнего и пригородного следования, по станции Ростов-на-Дону Главное, можно на официальном сайте RGD.httpspass.rzd.ru касая черта MainDefice Pass касая черта Public касая черта RU дополнительная информация. Есть возможность купить билеты как в одном направлении, так и связку туда-обратно. Также, активны вкладки «Фактическое движение поездов» и «Базовое расписание дальнего следования». Перейдя по первой, можно получить информацию о прибытии и отправлении актуальных рейсов. По второй, узнать плановое расписание, в ТЧ. И сезонные рейсы. Возле привокзальной площади, расположено две парковки для авто, зона 1 и зона 2. Одна из них допускает бесплатную стоянку до 15 минут, зона 2. Вторая, зона 1, предполагает оплату с первой минуты пребывания машины. Тарифы на услуги, за час стоянки, 100 рублей и звездочка, зона 1, 150 рублей и звездочка, зона 2. Оставить машину на сутки и более можно только на стоянке зона 1. Стоимость услуги, 500 рублей и звездочка. На расстоянии 200 метров, по адресу привокзальная площадь, 3А, находится еще один паркинг. Многоуровневая конструкция работает круглосуточно. Есть возможность оставить авто почасово, на сутки или на несколько дней. Телефон, 7-863-240-76-63. Железнодорожный вокзал оснащен помещениями для комфортного ожидания транспорта и транзита. Пассажирам доступны такие базовые услуги, информационный центр для туристов 1 этаж, справочная служба 1 этаж, хранение ручной клади и багажа 1 этаж, банкоматы 1 этаж, услуги носильщика, медицинский пункт, комнаты отдыха 2 этаж, залы ожидания 1 этаж, автостоянка, авиакассы, пункт общественного порядка, детская площадка, 2 этаж, комната матери и ребенка, пункт розыска утерянных вещей. Важно! На первом и на втором этаже действуют зарядные станции, которые позволяют подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты. На первом и на втором этажах действует несколько кафе и ресторанов. Работают магазины с ассортиментом одежды и аксессуаров, детских игрушек и товаров, украшений, сувенирные лавки, в Т.Ч. Донские узоры. Также, есть продуктовые магазины, киоски с прессой. Присутствуют пункты продажи услуг мобильных операторов Билайн и Мегафон. Доступна услуга приема отправки багажа, а также хранения багажа и ручной клади. На территории вокзального комплекса сооружена часовня Николая Чудотворца. Общественный зал ожидания одновременно вмещает 600 человек. При этом, зал оснащен специальными местами для людей с ограниченными возможностями. Дополнительная информация. На вокзале оказывают услуги помощи и сопровождение маломобильным пассажирам. Для этого следует оформить заявку по телефону 8 800 775 00 00 добавочный 1. Служба работает круглосуточно и без выходных. На территории ростовского вокзала действует бесплатный беспроводной интернет. Доступ к сети Wi-Fi обеспечен дочерним предприятием РЖД, компанией ТТК. Для активации сети нужно пройти простую процедуру подключения. После этого, мобильное устройство будет автоматически подключаться к соответствующей сети, на любом вокзале, где действует данное покрытие. Вокзал расположен в оживленной районе города. В период ожидания поезда или длительной пересадки, можно посетить ближайшие кафе или рестораны, сходить в парк, посетить магазины. Кафе и рестораны в доступной близости, 10-15 минут пешком, находятся такие заведения, ресторан, Мурмур, кафе быстрого питания, 100 обедов, площадь. Привокзальная, 2, кафе, вместе на месте, ПР. Сиверса, 12, кондитерская, Фэмили Стори, улица. Депутатская, 20, Бестро Гаврош, улица. Пушкинская, 36, Макдональдс, улица. Большая Садовая, 46, КФС, Пэ. Буденовский, 23. Достопримечательности и места отдыха, в районе вокзала множество зданий, имеющих архитектурную ценность. Среди них бывшие доходные дома, особняки и жилые дома постройки 19 и 20 веков. В 15 минутах ходьбы, находится парк М. Горького с фонтанами, местами для отдыха, памятниками и скульптурами. Недалеко от него, площадь Соборная с памятником СВ. Дмитрию Митрополиту Ростовскому. На расстоянии 1,7 километра от вокзала находится набережная с речным вокзалом и парками. Вблизи вокзала находятся две аптеки, на проспекте Сиверса. Обе работают только днем. Круглосуточная аптека есть по адресу улица. Пушкинская, 1. В 20 минутах на автобусе, находится контактный зоопарк Площадь. Театральная, 3. Работает с 10 до 20. Добраться можно на автобусе номер 7 или маршрутке номер 52, 85, 85 А от привокзальной площади. В районе вокзала, 5-20 минут пешком, расположено несколько торгово-развлекательных центра, где можно провести время в период ожидания поезда ТРЦ Континенталь ПР. Буденовский, Центральный универмаг ПР. Буденовский, ТРЦ, Сокол, Площадь. Дружинников. На вокзале Ростов-на-Дону главный, действуют комнаты длительного отдыха. Пассажирам предоставляются номера с количеством мест от 1 до 4. Стоимость услуг начинается от 500 рублей звездочка. Более точные тарифы можно узнать в справочной службе вокзала. При необходимости остановиться в гостинице или отеле, в районе вокзала, можно воспользоваться такими вариантами, Маринс Парк отель Ростов, 1,3 километра, Радисон Сасс Дон, 1,9 километра, Топос Конгресс Отель, 4,6 километра, Хостел, Ростов, 0,6 километра, Олимп, 0,6 километра, Миниотель, Центральный, 1,2 километра, Миниотель, Республика, 1,2 километра. Возможность по часовой оплаты присутствует в гостинице Деарт-13 ПР. Сиверс-1. Центральный автовокзал Ростова находится рядом с железнодорожным по адресу ПР. Сиверс-1. Ближайший аэропорт Платов расположен на расстоянии 10 километров от вокзала Ростов-на-Дону-Главный. Для того, чтобы попасть в аэропорт, можно воспользоваться такими видами транспорта, автобус номер 285, через левобережную магистраль, маршрутное такси номер 67 от остановки Зеленая улица, номер 85А от остановки Аэропорт. Вокзал Ростов-на-Дону-Главный, является главным железнодорожным узлом Северо-Кавказского региона. Ежедневно он обслуживает около 10 тысяч пассажиров. С помощью второстепенной станции Первомайской, Ростовский вокзал принимает и отправляет рейсы местного назначения, во все регионы РФ, а также, в ближайшие зарубежья. Инфраструктура вокзала заметно улучшилась в последние годы, благодаря ряду крупных реконструкций. Вокзал оснащен современной инфраструктурой. Звездочка цены актуальна на июнь 2018 года.